Это самый первый выпуск Литвы за неделю в новом году. Мы решили сделать его необычным. Мы запускаем серию статей о преступлениях в цифровой среде, которые могут привести к настоящим трагедиям. С помощью квалифицированных экспертов мы хотим поговорить, как обезопасить себя и свое окружение как от финансового ущерба, так и сохранить жизнь. Все это вы сможете прочитать на нашем портале вильнюс.занеделю.лт. Ну а это наш видеоформат. И эта информация действительно должна стать для всех семей, в которых есть дети, как максимум инструкции, а как минимум проверкой, чем и как живет ваш ребенок. Все это действительно серьезно и похищение в Каунасе 9-летней Аготы это только подтверждает. Правила, которые мы подготовили с экспертами, это универсальная азбука безопасности. Подобных ЧП, как с пропажей 9-летней Аготы, в нашей стране, пожалуй, не было никогда. И это действительно потрясло всю страну. Даже несмотря на чудесное освобождение и блестящее действие полиции, и тысяч добровольцев, которые искали девочку с самого момента ее исчезновения. Подумать только, преступник тщательно готовился. Оборудовал гаражи для содержания заложника годами. Во время похищения предположительно следствие еще идет. Использовал электрошокер, а мобильный телефон ребенка обернул фольгу. Из-за этого сигнал и пропал моментально. Это точно не импровизация душевнобольного. Но пусть, разумеется, со всем этим разбирается полиция и прокуратура. Но если посмотреть на мировую историю, то таких преступлений произошло огромное множество. И они далеко не заканчивались так хорошо, как в истории Аготы. Несмотря на хэппи-энд, можно только представить, какую травму девочки нанесли двое суток плена у маньяка. Мэдлин Бет Маккан. Трехлетняя девочка из Великобритании. Пропала в 2007 году из номера отеля в Португалии. Она была на отдыхе вместе с родителями, братьями, друзьями семьи и их детьми. Мэдлин пропала из собственной постели за 9 дней до своего четвертого дня рождения. Родители пошли в ресторан, когда дети спали. Следствие идет по сегодняшний день, но надежд, что девочка жива нет. 13-летнюю Джинни власти США нашли в 1970 году. Первые 13 лет и 7 месяцев своей жизни она провела в запертой комнате, пребывая практически в полной социальной изоляции. И тут опять причиной был психопат. Все это казалось каким-то голливудским триллером, который точно нас никогда не коснется. История о год и показывает, что теперь все возможно и у нас. А учитывая, что мы и сами любим путешествовать не только по Европе, но и по другим дальним странам, то наготове быть просто необходимо. Так что в этом первом выпуске мы, руководствуясь собранными мнениями различных экспертов, хотим проговорить универсальные правила безопасности. И начнем с самых базовых. Определите место встречи. Обговорите заранее с ребенком место встречи на случай, если он потеряется. Это может быть определенный столб, магазин или любой другой легко узнаваемый объект. Информация о ребенке. Обеспечьте ребенка браслетом с именем, номером телефона и адресом. Это может помочь другим людям связаться с вами в случае потери. Объясните, как обращаться к посторонним. Расскажите ребенку, что делать, если он заблудится. Например, искать помощь у сотрудников магазинов, охранников или матерей с детьми. Выучить номер телефона и адрес. Помогите ребенку выучить номер вашего телефона. Это может быть полезным, если ему нужно связаться с вами или если кто-то ему поможет. Не подходить к неизвестным автомобилям. Подчеркните опасность подходить к неизвестным автомобилям или личности. Дайте понять, что без вашего разрешения он не должен садиться в машину или следовать за незнакомцем. Сохраняйте фото и описание. Если ребенок теряется, быстро предоставьте фотографию, на которой он хорошо виден, и краткое описание его внешности и одежды. Не покидайте зону безопасности. Объясните, что ребенок должен оставаться в том районе, который считается безопасным, и не уходить далеко без вашего ведома. Используйте мобильные технологии. Если ребенок достаточно взрослый, научите его пользоваться мобильным телефоном, чтобы в случае чего связаться с вами. Сообщите о планах. Важно, чтобы ребенок знал, где он будет находиться, и предупреждал вас о своих планах. Это поможет вам отслеживать его местонахождение. Учите бдительности. Объясните ребенку, что важно быть внимательным к окружающей обстановке, замечать необычные ситуации и сообщать вам о них. Важно подчеркнуть, что эти правила следует адаптировать под возраст и индивидуальные особенности ребенка. Когда Аготу еще искали, в социальных сетях множилась непроверенная информация. И если львиная доля – это были разные теории заговора, то на кое-что внимание обратить следует. Вот на этом снимке скриншот рассказа одного из родителей. В социальных сетях с ребенком стали искать контакт сразу несколько, так сказать, «сверстников». В кавычках. Общались ни о чем, болтали, но в итоге выяснилось, что все анкеты в социальных сетях фейковые, а за ними скрывался педофил. Цель была втереться в доверие, выяснить адрес, а потом даже думать не хочется. Важно контролировать поведение детей в социальных сетях. С ними могут общаться не только действительно ровесники, но и недоброжелатели. Обязательно надо поговорить с ребенком о правилах общения в интернете и контролировать такое общение. Важно! Вы должны это делать ненавязчиво. Желательно, чтобы ребенок особенно этого в принципе не чувствовал. Тогда вы избежите недоверия и обратной реакции. В наше время важно активно мониторить деятельность детей в социальных сетях и интернете, чтобы обеспечить их безопасность. Вот еще несколько базовых правил. Образование и обсуждение. Объясните ребенку основные принципы безопасности в интернете, включая необходимость сохранять личную информацию в секрете. Обсудите с ним возможные опасности встречи с незнакомцами в сети. Доступ к аккаунтам. Следите за тем, чтобы знать пароли и иметь доступ к аккаунтам ребенка в социальных сетях. Объясните, что это делается для их безопасности и регулярно проверяйте активность. Приватность и настройки безопасности. Помогите ребенку настроить приватность на его профилях в социальных сетях, чтобы ограничить доступ к его личной информации. Объясните, почему важно разделять информацию с ограниченным кругом друзей. Блокировка и фильтрация. Учите ребенка использовать функции блокировки и фильтрации для управления тем, кто может связываться с ними в сети. Обсудите с детьми, как распознавать и блокировать нежелательные сообщения или запросы дружбы. Информирование об онлайн-опасностях. Регулярно беседуйте с ребенком об онлайн-опасностях, такие как кибербуллинг, распространение ложной информации и давление. Контроль времени. Устанавливайте ограничения на время, которое ребенок проводит в интернете. Объясните возможность баланса между виртуальным и реальным миром. Будьте в курсе активности. Периодически проверяйте активность ребенка в социальных сетях, просматривайте его публикации и комментарии. Спрашивайте, с кем он общается и какие темы обсуждаются. Сообщайте о проблемах. Учите ребенка сообщать вам о любых странных событиях или нежелательной активности в интернете. Обеспечьте открытость, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и делился своими переживаниями. Моделирование безопасного поведения. Будьте примером для ребенка в сети, демонстрируя ответственное и безопасное поведение в интернете. Технологическое образование. Учите ребенка основам критического мышления и развлечению надежных и ненадежных источников информации в интернете. Следуя этим правилам и поддерживая открытый диалог с ребенком, вы сможете максимально уменьшить риски, опасности и способствовать его безопасности в виртуальном мире. Телефон Аготы, как писал портал Пинкёли Каменучио Ташко СЛТ, сразу после похищения был обернут фольгой. Это сразу сделало невозможным его отслеживание по сигналу мобильной связи, а значит только телефон не панацея. Сегодня на рынке существует огромное количество гаджетов, которые не просто позволяют видеть в режиме живого времени, где именно находится ребенок, но и подключаться и даже слышать все, что происходит вокруг. Например, часы-браслеты. Однако злоумышленник и их может снять. Тогда стоит подумать о GPS-трекерах. Эти устройства размером с ноготь можно вшить в одежду вашего ребенка и даже не обязательно говорить, что вы это сделали. Не надо лишний раз травмировать, особенно если речь о подростках, у которых переходный возраст особенно сложный. И, конечно, все зависит от вас. Если речь о подростках, не стоит даже намекать, что вы знаете, где он или она были. Будьте умнее и, главное, пытайтесь предотвратить основные риски. Точно не нужно демонстрировать собственное всезнание. Вы только этим оттолкнете от себя собственного ребенка. И вот еще одни правила. Родительский контроль. Устанавливайте на устройство ребенка программы и приложения для родительского контроля, которые позволяют ограничивать доступ к определенным сайтам, приложениям и контенту. Ограничение времени экрана. Используйте функцию управления временем экрана, чтобы ограничивать количество времени, которое ребенок проводит за экраном. Это помогает поддерживать баланс между онлайн-активностью и другими видами деятельности. Мониторинг приложений. Регулярно проверяйте, какие приложения установлены на устройстве ребенка. Обсудите с ним целесообразность и безопасность каждого приложения. Осведомленность о социальных сетях. Изучайте особенности популярных социальных сетей, на которых зарегистрирован ваш ребенок. Это позволит вам понимать и контролировать его взаимодействие в цифровом пространстве. Фильтрация контента. Используйте фильтры контента, чтобы блокировать нежелательный или несоответствующий возрасту контент. Многие устройства и роутеры поддерживают такие функции. Семейные аккаунты. Создавайте семейные аккаунты или группы для управления контентом и настройками безопасности на различных устройствах сразу. Обучение безопасности в сети. Учите ребенка основам безопасного поведения в интернете. Объясняйте, почему важно ограничивать доступ к личной информации и избегать вредоносных контактов. Дистанционное отслеживание местоположения. Используйте функции дистанционного отслеживания местоположения, чтобы знать, где находится ваш ребенок. Это может быть полезным для обеспечения его безопасности. Регулярные беседы. Регулярно общайтесь с ребенком об его онлайн-опыте. Задавайте вопросы, интересуйтесь его друзьями в сети и помогайте решать возникающие вопросы. Создание доверительных отношений. Строите отношения с ребенком на основе доверия. Поясняйте, что цель контроля – его безопасность, а не нарушение личной жизни. Важно находить баланс между контролем и доверием, чтобы поддерживать здоровые отношения и обеспечивать безопасность ребенка в цифровом мире. Поиски аготы продолжались двое суток. Как выяснилось, об исчезновении родные в полицию сообщили не сразу. Что касается конкретного инцидента, то полиция получила сообщение примерно через три часа после потери связи с девочкой, рассказывал генкомиссар полиции Рината Спожелла. Он подчеркнул, что в таких ситуациях особенно важно реагировать быстро, не терять драгоценных минут и срочно сообщать полицейским. За три часа похититель может не только успеть уехать на другой конец Литвы, но и за границу. Представьте себе, что может произойти за два-три часа. Может быть совершено преступление с необратимыми последствиями. Человек может скрыться, человек может кардинально изменить место положения, подчеркнул он. В отношении подростков, которые любят подолгу не появляться дома, немного другой план действий. Но когда пропадает ребенок, нельзя терять ни минуты. Если есть ощущение, что что-то не так, что поведение не характерное, которого раньше никогда не было, мы не должны ждать, мы должны бить во все колокола, заключил он. Хотя в Каунасе после лихорадочных поисков похищенная 9-летняя была найдена, без вести пропавшими в Литве считаются еще более полусотни детей. По данным полиции, ежегодно пропадают несколько тысяч несовершеннолетних. Лишь в прошлом году пять из них тоже были похищены. Правда, сделали это собственные родители. Как бы там ни было, власти призывают общество более бдительно следить за безопасностью детей. Это уже действительно проблема.